всем привет с вами снова александр и в ассортименте магазина первая коляска появилась компания titonia моделька сейчас у нас на обзоре trio как-то я давно имел дело с этим брендом неплохой бренд вполне себе очень даже такой прям я смело могу отнести к премиальному бренду но и ценники там тоже такие же вот и сейчас вот эта моделька trio реально меня впечатлила она впечатлила меня своим фундаментальностью монструозностью такое вы знаете она очень мощная да она не не нелегкая но характеристики вам сейчас назову вот ну у нее чудесная ходовая часть у нее чудесное шасси все максимально плотно подогнано люфтов но вообще практически нигде ничего нет тут нет такого легкого защелкивания везде одним пальцем все плотненько нужно поддавить но и за счет этого нет никаких зазоров и люфтов в общем ладно это на самом деле колясочка у нас два в одном и она такой своего рода трансформер из этой люльки и мы ее переделываем в прогулочный блок ну в чуть позже я вам прогулочный блок естественно покажу но перед обзором технические характеристики это швеция чтобы понимали два года гарантия 14 половиной у нас вес люльки 16 сиденьем три положения спинки это понятно у нас в прогулке с рождения до трех лет максимальная ширина колесной базы 59 сантиметров и размер люльки 75 на 30 это здоровая большая люлька в общем вы и сами видите насколько это крупная люлечка вот что касается люльки козырек у нас здесь вот таким образом регулируется без заморочек просто берем и как бы толкаем и он у нас наклоняется он не щелкает ничего все тихо грамотно соответственно тут у нас вот видите есть такая вот сеточка если нужно все очень плотненько натягивается видите даже вот этот вот задний материал его можно натянуть прямо на ручку и соответственно вот у нас вот такая ручка получается есть соответственно смотрим что она из себя представляет внутри у нас здесь есть обязательным условием конечно является она для таких вещей накидка на ножки у ребенка в люльке чуть-чуть сторонка уберу смотрите все на замочке ничего нигде не поддует вот такой у нас идет здоровенный очень мягкий матрасик здесь у нас тоже идет соответственно такой вот типа кармашек для чего нибудь можете туда упаковать естественно здесь дно жесткая но это не дерево здесь дышащее отверстие обязательно сделаны чтобы воздух немножечко вентилировался соответственно посмотрите на люльку но это жестче люлька здесь огромная запасом для любых детей для любой погоды да даже для самой экстремальной погоды насчет вот этого материала это я уже что этот чем-то напоминает своего рода спецтехнику и этот материал вы на него леете что хотите делайте он все отталкивает в общем подготовлен для самых лютых погодных условий в общем бед знать не будете его очень тяжело повредить его даже от ножом вот так уж ковыряешь я естественно сейчас сам это не буду демонстрировать но она очень износостойкая вот эта ткань поэтому претензий у меня к ней в принципе нет так что касается люлечки принципе здесь по большому счету особо много не расскажешь классная ткань небольшая мягенький матрасик все хорошо сейчас я поставлю переделаю этот блок люльки в блок прогулочный и мы с вами изучим его а потом уже перейдем к раме вот собственно пересобрал я из люльки в прогулочный блок это не отдельных два элемента мы люльку разбираем и собираем в нее идущий в комплекте внутреннюю часть прогулочного блока все этом натягиваем фиксируем замочки зажимаем застегиваем точнее говоря и собственно можно эксплуатировать козырек у нас остается тот же такой же большой козырек с той же сеточкой внутри как я показывал уже вот соответственно здесь изменений никаких но козырек он и так действительно большой я думаю вам его в любом случае будет хватать соответственно давайте посмотрим у нас на сиденье что но из себя представляет сиденье большое сразу хочу заметить в спинке сиденья нету никакой жесткой пластины здесь просто у нас такой жестко натянутый гамачок еще в бэйби джоггер есть сетелит модель у нее точно так же если это вам важно имейте ввиду здесь так соответственно в любом случае посадка у нас здесь хорошая но не 90 градусов но ребенок нормально полноценно сидит бампер пятиточечные ремни накладочки мягкие у нас есть вот такая перемычка чтобы ребенок у нас не укатился никуда смотрите какое расстояние от бампера до сидушки у ребенка аж на груди и приблизительно бампер вот так вот получается держится так что касается наклона смотрите здесь у нас гамачок вот так это у нас выглядит нету ровной поверхности но это лучше как врачи говорят для кровообращения соответственно вот такой имеем и распоряжение у нас прогулочный блок ткани здесь те же это кожа у нас здесь в ногах чтобы легко можно было почистить в общем вот такой вот интересный прогулочный блок кстати в комплекте идут адаптеры чтобы мы могли люльку сидушку ставить ниже выше его сейчас я бы на максимальном высоком положении поставил поставил те адаптеры что повыше соответственно можно сантиметров на 5 может чуть больше опустить ее вниз соответственно это уже по желанию как говорится так давайте теперь посмотрим на раму начнем с ручки ручка у нас здесь телескопическим образом регулируется здесь у нас верхнем положении больше ста сантиметров в нижнем будет в районе 90 но технические характеристики внизу по ссылке на первую коляску магазин там пройдите посмотрите ручка тоже вся бы к кожи с прострочкой все все четко грамотно так давайте с вами посмотрим на багажник багажник тут у нас такой прям как надо жестким основанием вот те самые адаптеры которые ставим за место вот этих и вот на этих адаптерах будет чуть чуть ниже так собственно багажник багажник у нас большой вместительный жестким нормальным дном он у нас закрывается случае необходимости сюда хоть лейте что хотите все выдержит так что коли касается колес колеса у нас не надувные они просто резиновые с хорошим таким протектором тормоз у нас нажимаем и его же сверху нажимаем и разблокируем то бишь ковырять ничего кроссовками там обе свои не нужно так что касается передних колес давайте посмотрим передние колеса та же самая история диаметр большой вот так кнопочку нажимаем и они у нас блокируются все разблокируется нас полочка ступенька как угодно и назовите для ножек ребенка чтобы он легко мог залазить соответственно что касается шасси все осталось посмотреть с вами амортизацию давайте сразу это сделаем ход очень приличной амортизации давайте посмотрим на задние нормально собственно что касается ходовых характеристик я считаю эту колясочку ну очень очень неплохой соответственно давайте посмотрим сейчас как она складывается что нам для этого нужно убираем с вами прогулочный блок кладем в стороночку и соответственно что нам нужно чтобы его сложить здесь у нас с вами есть ремешочек который нам сейчас понадобится но нам сначала нужно взять нажать вот на эту кнопочку чуть-чуть берем такой размах и бьем соответственно там внутри срабатывают кнопочки все опустилась и хватаем за тот ремешок все больше никаких тел движений но рама достаточно тяжелая прям беру и чувствую что до весов не предостаточно соответственно ну что ж ты все соответственно все вот таким образом она складывается и раскладывается ставим обратно прогулочный блок напомню он реверсивный если вам нужно можно поставить и против хода об этом я вам не сказал вот собственно пожалуйста все гуляем собственно какое мое мнение подытожим я был скажем так впечатлен монструозностью скажем так этой коляске может это грубо звучит как-то слишком но для меня это такая как спецтехника военная какая-то коляска специального назначения я не знаю она мне напоминает вот baby jogger bumble ride американцы они тоже такие милитари стиле таком военном ну прикольно я очень люблю такое направление цвет и колеса и вот эта белая окантовка все играет вот то такой стиль и ощущается она очень прочная не убиваем здесь вообще нет никаких зазоров люфтов вот уникальная в этом отношении коляска есть коляски с далеко за 100000 в ней люфтов там всего полно здесь вот все подогнано очень очень плотно не так все легко ставится снимается как я имею там там пальчиком они мне здесь тоже легко но чуть более туго садится и за счет этого добились плотной конструкции и нет лифтов зазоров ску звуков скрипов в общем ничего едет она сложит как btr я не знаю в общем претензии у коляски нет она здесь нет тяжеловато и процесс переделки люльки в прогулочный блок он немножечко замороченный вот на это уйдет на минут 20 не узнающего человека поэтому имейте в виду этот момент лучше заранее посмотреть как это кто-то где-то делает и соответственно уже этим заниматься в остальном прекрасная коляска найти вы можете по ссылке в описании если в обзоре она вам понравилась ну а собственно я хочу пожелать хорошего вам гранатного выбора колясочки для ваших детей всего доброго